Девчонечки, мои красотулечки, я надеюсь, я вам за сегодня не надоела, но я прям не могу, чтобы не записать это видео, потому что это новость и с ног сшивающая новость. И все, кто так же, как я переживал за Маргариту Грачеву, тоже сейчас пусть со мной порадуются. И, как у нее в инстаграм-канале написано, барабанная дрожь, что же случилось у Риты Грачевой. В общем, девочки, вчера, что ли, или это я сегодня прочитала в ее инстаграме, пост о том, что она там, то ли конкурс, то ли просто опрос это был. И, в общем-то, у нее было таких три пункта, и она пишет, что какой пункт ложь. То есть, эти три пункта были, что у нее будет новый ведущий, первый пункт был, она беременна, второй пункт у нее был о том, что у нее будет новый ведущий, новый партнер по передаче. И третий пункт, что день рождения у ее мужа. И, в общем-то, она написала, что из этих пунктов ложь. В общем-то, потом она уже днем, а, точно, это же было как на 1 апреля. То есть, потом, позже она выложила в сторис пост то, что у нее, у мужа действительно сегодня день рождения, как бы это ни выглядело, и 1 апреля у нее день рождения. И они едут отмечать отель, в котором они праздновали то ли свадьбу, то ли что, в общем. И она там делает этот обзор отеля и все прочее. Ну и пишет то, что остается два пункта, это новый ведущий, либо беременность. Что из этих двух пунктов ложь. И вы представляете, в комментариях я уже почитала много всякого. И писали, что пункт про беременность, если это ложь, то с этим не шутят и прочее. Рита, ты так не шути. Комментариев было куча, куча было всяких версий, что это. И, короче, ребят, оказывается, Рита Грачева беременна. И прям вот вам, мои хорошие, зачитаю, кто не подписан на ее инстаграм-канал, этот пост. Что же во вчерашнем посте Яна придумывала и какой из трех фактов вранье? Можете поздравить Максима, у него действительно сегодня день рождения. Максим это ее нынешний муж. Так что третий пункт это чистая правда. Факт номер два про нового ведущего. Совсем не факт, а вымысел. Нельзя его заменить. Кто же будет мыться в моей гримерной, в душе и успокаивать меня и говорить? Ничего страшного. Ну и на десерт остается новость про беременность. И она настоящая. В ближайшем будущем настанет плюс один больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимите бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком. Ребят, реально, я искренне рада за нее. И что бы ни писали, какие комментарии не писали бы у меня под видео по поводу Риты. И честно, как бы не пытались ее там унизить, оскорбить. Все такие унижающие комментарии, оскорбительные, я удаляю. Особенно, когда это пишут женщины. Ладно, мужчины, они там, у них солидарность. Но когда пишут женщины против Маргариты, меня обычно это вообще удивляет. И я удаляю всю эту мерзость, всю эту гадость. Как бы ни было, как она недавно сказала у себя в Инстаграме, что даже в Инстаграме пишут, что она плохая ведущая. И что вот, она зазвездилась. И что типа это ей на пользу, что она прям такой звездой стала, так высоко взлетела. И она говорит, я прям так расстраиваюсь из-за таких комментариев. И она говорит, на самом деле я хотела бы вернуть все назад. И отдала бы я вам всем эту звездность, эту популярность. Всех подписчиков и галочку, говорит. Я не хочу всего этого. Говорит, я хочу вернуть свою жизнь тогда, когда у меня были руки. И реально, ребят, никому не пожелаешь такой звездности. И вообще это не звездность, на самом деле это беда. И слава Богу, что Рита, она такой человек, что она вновь обрела этот позитив, эту, знаете, этот огонек в глазах, что она не погрузилась в себя и не стала жить в заточении своей беды. И я искренне радуюсь, как бы ни было, и что бы ни говорили на ее нынешнего мужа, как бы он нравился кому-то или не нравился, это ее выбор, он нравится ей. И я очень рада за нее. Пусть у нее все сложится, и все, что она хочет, пускай исполняется в ее жизни. Так что, ребят, не могла не поделиться с вами этим. Очень надеюсь, что здесь будут хорошие, позитивные комментарии. Обнимаю вас всех. Всем хорошего настроения, добра, позитива. Теплого весеннего солнышка и, главное, здоровья. Берегите себя и своих близких. Пока, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok